Сказал опять, делатель любящий Бога должен внимать всякому помыслу своему и совещаться с ними и рассуждать их, суть ли они от тела или нет, ибо поскольку неестественности имеет силу в каком-либо исчленах его, поскольку не почитается еще он девственником. Спросил я его, что значит слово молитвы евангельской, да слетится имя твое, и он сказал, это относится к совершенному, потому что невозможно слетиться имени Божьей в нас, обладаемых страстями. Сказал, древние отцы наши сказали, что удаление от мира есть бегство от тела, не поблажание телу, и помышление от смерти. Молодушие порицания кого-либо исполняет ум мятежом и не дают ему видеть след Божий. Сотвори силу твою избежать от следующих трех страстей, не извращающих душу – корыстолюбие, честолюбие и покоелюбие, потому что они, возобладав душой, не дают ей преуспеть. Если ты сидишь в теле и совершаешь в молчании службу Богу, и сердце твое преклоняется к чему-либо, что не есть Божие, ты же думаешь, что это не грех, что это помыслы, а не грех, то знай, что служба, совершаемая тобой в молчании, не есть истинная. Если ты говоришь, что Бог приемлет службу сердечную, которую совершил я в молчании, то должен согласиться, что и когда сердце твое слагается со злом в молчании, молчание вменяется тебе в грех перед Богом. Сказал опять о причащении – горе мне, горе мне, ибо если я общаюсь с врагами Бога, то какое же мне общение с Ним? Итак, в суд себе в осуждении причащаюсь я, ибо вот какое слово говорим мы – святая святым. То есть святым подобает принимать эти святые тайны. Но если я свят, то кто же суть действующего мне? «Что есть страх Божий?» Он ответил мне, что человек, склоняющийся на что-либо, что не есть Божие, не имеет страха Божия. «Что есть раб Божий?» Он сказал мне, что «Да коли кто работает с тростем, да то ли не может почитаться рабом Божиим, но того он есть раб, кем обладается». И сказал опять – горе мне, горе мне, что не подвязался очистить себя, чтобы получить милость. Горе мне, горе мне, что не подвязался восторжествовать над врагами моими в брани, чтобы царствовать со Христом. Ибо как возможно рабствующий другим приблизиться к царю своему? Горе мне, горе мне, что лежит на мне имя Твое, Господи, а работаю я врагам Твоим. Горе мне, горе мне, что вкушаюсь неди, какими гнушается Бог мой, и за это Он не исцеляет меня. «Посетил я его, когда он был болен, и нашел его сильно страдающим. Увидев печаль сердца моего по причине страдания, Он сказал мне, «Только подвергаясь таким немощам, едва могу вспомянуть о горьком часе оном. Здоровье же плоти не полезно для таких занятий. Она ищет крепкого здоровья, чтобы враженствовать против Бога. А дерево, напаяемое каждодневно, не высыхает и не перестает приносить плоды породу своему. И опять сказал, «Горе мне, горе мне, что имею перед Собой обвинителей, которых знаю и которых не знаю, и не могу отвергнуться. Горе мне, горе мне, что имею обвинителей, и как могу встретить Господа моего и спятых его, когда враги не оставили ни одного члена моего здорового перед лицом его?» Спросил я его, что потребно делать безмолвствующему. И он сказал мне, «Безмолвнику потребны три следующие добродетели. Страх непрестанный, всегдашняя молитва, непрерывное непослабление сердцу своему». Опять сказала Бави Серафионе, что когда один старец спросил его, «Сотвори любовь, скажи мне, каким ты себя видишь?» И он ответил, «Я похож на того, кто, находясь на башне и смотря вовне, помахивает проходящим, чтобы они не приближались к нему. А вопрошавший его старец сказал ему, «Я же вижу себя, что я как бы сделал ограду вокруг и заперясь железными запорами, так что когда кто постучится, я не узнаю, кто там или откуда пришел, или чего хочет, или каков он, и не творя ему, пока не уйдет». Сказал опять, «Кто ищет Господа с болезнованием сердечным, того услышит он. Если просить о том с разумом и заботливаясь и ищет того с болезнованием сердца и не связан ничем мирским, напечется о душе со страхом, чтобы поставить ее на судилище Божием, непреткновенную по силе своей». Слово двадцать седьмое. «О внимании себе» в Старозаконе 15.9. «Внимли себе тщательно, дерзая и веруя, что Господь наш Иисус Христос был сущий и, неизреченно имея славу и величие, соделался для нас образцом, чтобы мы последовали по стопам Его. Ради нас смирил себя, привелики мы всякую меру превосходящим смирением. Образ раба принял, обнищал, ни во что вменил посрамления, претерпел многие странные оскорбления. И, как написано, «Как овца введен был на заклане, и как агнец по стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих, во смирение его суд его совершился». Наконец, смерть и с великими поношениями подвергся за нас, чтобы и мы по заповеди его и по собственным грехам нашим охотно переносили, если кто правильно или неправильно будет поносить нас или клеветать на нас. И что говорить? «Если даже до смерти будет доводить нас, как овца, на заколение доведемся, и будем, как неразумный скот, совсем не противореча, но более, если сможем, молясь или, по крайней мере, молча, с великим смирением, в нем ли себе тщательно, веруя, что много полезно и спасительно для души подвергаться оскорблениям и бесчестиям ради Бога, и переносить их охотно и безмятежно, помышляя, что по грехам моим я достойный больше пострадать, и что всячески удостаиваясь пострадать и понести нечто за Господа, того ради, что, может быть, через многие страдания и бесчестия, хоть малой некой черточкою, подражателем соделаясь страданиям Бога моего, и всякий раз, как вспомнишь об оскорбивших тебя, от души искренне молись о них, как о достаивших тебе великие блага, совершенно не рабща на них». 3. Внимли себе тщательно, чтобы, как смерть великую, как пагубу души свои вечную муку, так презирать и всецело ненавидеть любоначалия и словолюбия, желания славы, или чести, или похвал человеческих, и то, чтобы думать о себе, что ты нечто, или что справил какую добродетель, или что ты лучше кого-либо, и всякое срамное похотение и сласть подхуй, да малейшее отсекай, так же знакомиться с кем-либо без нужды или касаться тела другого, и поесть всего хоть немного, ни во время себе не позволяй, дабы, соблюдая себя таким образом, награждая в малом, не впасть тебе в тяжкие грехи, и презирая малое, мало-помалу не погрешить в большем. Внимли себе тщательно, чтобы от души и воистине посчитать себя малейшим и грешнейшим всякого христианина, и всегда иметь душу плачущую, смиряющуюся, истинающую, и как недостойный и идиот, всегда молчи, да и вообще не говори без нужды. Внимли себе всегда помнить и перед очами иметь огонь вечный и вечные муки, и осужденных туда, и почитая себя более за одного из тамошних, чем из живых. Внимли себе тщательно, зная, что Господь наш за нас умер и воскрес, чтобы и ты не себе уже жил, но Господу за нас умершему и воскресшему, дерзая и веруя, что ты всегда находишься перед лицом Его, и Он видит сердце Твое. Внимли себе тщательно, всегда быть готовым повиноваться воле Божией на смерти или на жизнь, или на какую-либо скорбь со всем желанием и верою, и всегда ожидать великих и страшных искушений, грядущих на Тебя скорбей, мучений и самой горькой смерти. Внимли себе тщательно, чтобы как перед лицом Бога сущему ничего без воли Его не делать, даже до малейшего чего, чего бы не захотел сказать или сделать, или сходить к кому-либо, поесть или на пицце, или лечь спать, или другое, что захотел бы ты сделать, да знай прежде по Богу ли то и исповедуй причину, почему хочешь того, и тогда делай то, как подобает перед Богом. Так во всех делах и словах исповедуйся Богу, чтобы стихать большее сопровения с Ним и большее к Нему дерзновение. Внимли себе тщательно, чтобы если кто чем-либо оскорбит тебя и будет тебе печаль или гнев, молчать, ничего не говорить, кроме подобающего, пока прежде молитвой не укротишь сердце своего, и тогда, наконец, переговори с братом. Если будет тебе нужно обличить брата и видишь себя во гневе и в нестроении, то от них ничего не говори ему, чтобы не прийти в большее расстройство. Но когда увидишь и себя, и его в добром расположении, кротости, тогда и поговори ему, не как обличайся, а как напоминаешься, со всяким свиренно-мудрием. Внимли себе тщательно, чтобы каждодневно ожидать грядущего на тебя искушения, на смерти или на скорби и беды великие. И когда придет, переноси его охотно и без смущения, помышляя, что многими скорбями подобает нам войти Царство Божие. Внимли себе тщательно во всем, что бы ни предлежало тебе, в слове ли или в деле и помышлении, совершенно не искать твоей воли и своего покоя, но волю Божию дознавать тщательно и ее исполнять в совершенстве. И хотя трудным, что покажется, переносить то и делать Царствие ради небесного, веруя от всего сердца, что то полезно тебе более всякой мудрости человеческой. Ибо заповедь его, жизнь вечная есть, и взыскающих Господа не лишаться всякого блага. Внимли себе тщательно, как всегда сущий перед лицем Бога, чтобы ни от кого ничего не ожидать, но все от Него единого с верою. И в чем бы ни имел ты нужды, моли Бога, да будет тебе нужное то по воле Его. За все, что находится у тебя, благодари всегда Бога, как все то даровавшего тебе. Если лишишься всего, совершенно не надейся на человека, равно не скорби и не рабщи ни на кого, но переноси то благодушно и без смесения, помышляя в себе еще больших скорбей, достоин я по грехам моим. Впрочем, если хочет Бог помиловать меня, может. Если будешь так располагаться, то Он исполнит всякую твою нужду. Внимли себе тщательно, совершенно не соглашаться принять, что если не удостоверишься, что Бог посылает тебе то от праведных трудов, и тогда прими то со всяким миром, когда же видишь, что то от неправды, или брани, или лукавства, или цемерия, отвергни и отбрось то, помышляя, что лучше, часть мало со страхом Господним, нежели сокровище великие безбоязни. Притча 15-16. Внимли себе тщательно и понуждай себя хранить молчание, чтобы Бог даровал тебе силу бороться и подвязаться. Если же кому будет нужда говорить с тобою, и ты дознаешь прежде сам по себе, что нужда-то благословна, и что по Богу в всем случае выше говори, чем молчать, тогда, наконец, открой уста твои со страхом Божиим и трепетом, имей лицо долго обращенное и слово почтительное и подобающее. Когда говоришь с кем, говори немного о любви ради и поскорее замолчи. Если спрошен будешь о чем, послушайся сказать только нужное. И больше того, ничего не говори. Внимли себе тщательно, чтобы как воздерживаешься от блуда, так воздерживаешься от похоти и от честь, и слуха, и языка, и оседания, чтобы отчество и всегда иметь только тебе внимающему и рукоделию твоему, и не обращать их на другого человека, разве только когда видишь, что есть благословенная, в том нужда. На женщину же, или на мужчину, доброзрачного, отнюдь не смотри без нужды. Ушам своим не позволяй слушать, что против кого-либо, ни бесед бесполезных. Когда будешь считать, что возлюбленный, сотвори силу твою, попищись об исполнении того. Да покроет себя Бог в час искушения. Аминь. Слово двадцать восьмое. О ветвях зла. Необходимо сказать о ветвях зла, чтобы знал человек, что есть страх и что отлучает его от Бога. И чтобы молил благость его по поводу каждой из них. Да изыдет помощь ему с человеком, и да даст он ему силу бороться с ними, пока возможно он совсем совлечься их. Ибо они суть раны в душе и отлучают ее от Бога. Блажен совлекшийся их, потому что он будет разумной обсою, благоприятной на жертвенник Божий. И услышит радостный голос Господа, добрый раб и верный. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Те же, которые хотят творить свои хотения по плоти и не хотят уврачевать себя святым врачевством покаяния, чтобы соделаться чистыми, в час нужды окажутся ногими, не имеющими одеяния добродетелей. И вержны будут во тьму кромешную, где пребывает дьявол, одетый в одежду страстей, которые суть блуд, похотение, сребролюбие, оглаголование, гнев, завистывание, тщеславие, гордость. Они-то и есть суть ветви зла. И многие им подобны как-то невоздержание, украшение тела, развлечение, леность, смехотворные речи, бесстыжие взгляды, страсть ширица, бессовестность и невнимание к суду Божию. Зависть к ближнему, ложь на брата, человекоугодие, лжесвидетельство, ложное знание, желание учить, любовь к обычаям мира, малодушие, нетерпение, ненависть к ближнему, непорицание себя, любовь к славе человеческой, более чем к Божией, выказание своего делания, чтобы прославлено быть людьми, любовь к яствам изысканным, совершение страстей телесных в сердце, почитание соблазном ненерения себя или самоуничижения, хвастание своим знанием, спорливость, настояние на своей воле, почитание себя разумным и мудрым, почитание брата неразумным и уничижение его. Все это действуется в бедной душе, доколе не отлучит ее от Бога. Это суть тяжкие бремена, которые взял на себя Адам, когда вкусил от древа. О них-то и говорится. Он взял с нашей немощи и понес наши болезни. Их-то Господь наш Иисус Христос умертвил крестом. Они-то суть ветхие михи, которые не вливают вина нового. Они-то суть пелены, которыми связан был Лазарь. Они-то суть демоны, которых послал Христос в стадо свиней. Это и светкий человек, которого совлечить заповедал апостол. Это то, что он сказал, плоти кровь царствия Божия не наследуют. Это то, что он говорит, если по плоти живете, то умрете. Это плевелы, которые извела земля Адамова, когда он извергнут был из рая. Христово же бремя легко. Безгневная чистота, благость, кротость, радость духа, воздержание страстей, любовь ко всему, рассуждение святое, вера непоколебимая, терпение скорбей, смотрение на себя, как на чуждого миру, желание выйти из тела и встретить Христа. Вот те времена легкие, которые понести повелел нам Христос. Вот путь, на котором многие труды и подяли святые, пока совершили его. Вот то, чего никто не может достигнуть, если не соблечется ветхого человека, не освободится от него, не приобретет любви, и любовь не сделает его беспечальным в отношении ко всему. Но любви этой невозможно возобитать в нас, пока любим мы что-либо от мира сего, как написано. Не можете быть участниками в трапезе Господней, трапезе Бесовской. Исайя говорит, «Кто возвестит вам, что огонь горит, кто возвестит вам место вечное?» 33-14. Видишь ли, какую честь доставляет Бог подвязающимся в малое время это и совлекшим в себя тяготу мира через претерпение скорбей своих? Видишь, как помощь Божия сходит с оттекшими хотениями и изглаждает в них все страсти ради того, что они последовали воле Божией? Те же, которые удерживают свои хотения и желают исполнять их, хотя начинают духом, но не могши устоять против врагов своих по причине желания исполнять свои хотения, кончают плотью и делают суетным и бесплодным труд свой. За это укоряет их пророк Иеремия, говоря, «Проклят всякие творящие дело Господне с небрежением» 48-10. Видишь, что если которая пожела служить Богу работают с простям, то нет, не сходит с ними Бог, но оставляя их с волей их, предает их в руки ненавидящих их. И вместо чести, которую ищут они у людей, бывает им поношение за то, что не противостояли врагам своим, пока бы Бог пришел к ним на помощь и смирил их, врагов. Так, без труда, пота и болезнования человек не бывает услышавым от Бога по всем Писаниям. «Будем истерия, докуда он достиг, и сохраняя его, чтобы не помышлял о том, что нечисто, лишая тела свое насыщение, чтобы оно не потребовало от нас удовлетворения страстей своих, чтоб тело смирилось перед душою, а душа покорилась уму, и садилась невестой, чистой от всякой скверны, и звала жениха свое, говоря, «Да сойдет брат мой сад свой и до поезд плодов от дерев. Стань уже подвизаться братья, чтобы, снискав такое к нему дерзновение, услышать и нам слово, которое сказал он, «Хочу, чтобы где я, там прибыли и они, ибо я возлюбил их, как ты возлюбил меня, отче, ты во мне, и я в них. Может же троица святая единосущная и безначальная сотворить милость с нами, да обрящим покои со всеми святыми его в день суда и мужа слава держава во веки веков. Аминь». Слово двадцать девятое «Рыдание». «Горе нам, любосластные и маловременные, что за привременное беззаконное походствование плотское неузрим мы славы Господа. Горе нам, что когда тление не тление не наследует, мы, презреж не тление, неудержимы, наберемся за тление. Горе нам, что имеющим разложиться в червей и гной плоть свою питаем в грехах, не боясь ни огня имеющего нас вечно мучить, ни червя не усыпающего. Горе нам, что оскверненные нечистотами тело наше христолюбивые человеки чтут поклоном и лобызают, а мы гробы покрашенные, хранящие в себе смертоносный грех. Горе нам, что через невоздержание в пище и сластях сокровиществуем в себе семенные зародыши, через то возбуждены бываем к беззаконному плотскому смешению. Горе нам, что не свечаем тление с нетлением и не страшимся божественной и страшной правоты. Горе нам, что мы малодушны на добро, нарекивы и скоры на зло. Горе нам, что способные быть приятелищем цвета вечное тело наше, сделали мы приятелищем вечной тьмы. Горе нам, что соделавшиеся с сыном человеческим и Богу отсудий насущный не иметь где главу свою подклонить в нас, ради нас вочеловечившись, а лисы злые лукавые духи норы себе в нас поделали. Горе нам, что правые с сердцем представят судьи души свои непорочными и тела свои святыми и незапятными. Мы же, имея души оскверненные и тела нечистые, должны ожидать одного осуждения на вечные муки. Горе нам, что, будучи похотителем, неправ и всякой нечистоты, требуем себе чести святых. горе нам, что, будучи осужденными, повинными многими грехами, вращаемся среди святых и незлобивых, как чистые и свободные. Горе нам, что, будучи исполнены пригрешений, вразумляем и научаем тех, которые гораздо лучше нас. Горе нам, что, имея бревно в глазе, будто непорочные, поднимаем суд и гневаемся на тончайшее, подобно сучку, погрешности братья наших. Горе нам, что, для других связываем тяжкие и неудобно носимые бремена, сами же, будучи немощнейшие телом и перстом прикоснуться к ним отказываемся. Горе нам, что, скудны, будучи в божественном монашеском делании, спешим без стыда учить других деятельной добродетели. Горе нам, что, забыв о давних грехах своих и о новых не мучимся и не плачем. Горе нам, что с Божьей помощью и благодатью добре начав мы не стали плотскими. Горе нам, что так погрязли в нечистых помыслах, что, будто не видя своих грехов, спрашиваем, делали ли мы их. Горе нам, что, когда едим и пьем, не припоминаем обывающим в нас от многоедения брань. Горе нам, что, лишь только возбудят в нас демоны блудные воспоминания, как мы уже и находят нас готовыми на то сосложение с помыслами. Горе нам, что, оставя божественные молитвы и чтения с размышлением, проживаем дни наших пустых мечтаниях и празднословиях. Горе нам, что, так, окамененные сердца наши, что часто, напряженные ища сокрушения и слез, не успеваем в этом по причине крайнего нерадения и разлинения. Горе нам, что, когда Бог сказал, душа согрешающая та умрет, мы нисколько не печемся о ней, хотя она непрестанно согрешает. Горе нам, что, тогда, как тело наша падка на грех по причине насыщения и утех, мы до похотения раздражаем нечистые скверные помыслы, через очи принимаем стрелы лукавого сердца свои и через прикосновение к телам делаемся женонистовыми конями, ни о разумном достоинстве своем не помышляя, ни вечного мучения не страшась. Горе нам, что о страданиях и о болезни плоти много стинаем, беспокоимся, а о ранах и неизлечимых болезнях души болим нечувствием. Горе нам, что владычественная сила души подчиняется у нас рабе и ее плоти, и господствует худшее над лучшим, а они обе в едином желании работают создавшему их Богу. Горе нам, что грехи наши поновляются злыми и нечистыми помыслами, и мы не различаем удаления от нас Бога и нашествия в нас нечистых духов. Горе нам, что, будучи несмысленны и неразумны, любим и восхищаем похвалы святых и на подвиги их и дела о неподвиге. Горе нам, что в делу ни заповедей Божьих не проявляем ни страха рабов, ни усердия и благоразумия наемников, ни любви сынов. Горе нам, что в угождении людям не отказываемся все говорить и делать, не родя о том, что праведно. Горе нам, что стыдимся лица человеков, когда грешим, а на стыд вечный никакого внимания не обращаем. Горе нам, что, будучи рождены от бедных и неславных родителей, не знали мы себя, думать о себе не думали, а давши перед Богом обет нищеты и неславности, любоприимся, чтобы нас ставили наравне с богатыми и славными. Горе нам, что в мире были мы воздержаны по причине бедности, а ныне призраны бы их к воздержанию очень много печемся насыщения чрева и покоя плоти. Горе нам, что тогда, как ангел ополчается вокруг боящихся Бога, а демоны вокруг не боящихся Его и приступающих к заповеди Его, мы втянем себя в полки демонские. Горе нам, что, встретившись и беседуя с богатыми и сильными, понравиться, угодить им стараемся, а когда бедные подходят к нам с видом просителей, мы отвращаемся от них, как от докучливых. Горе нам, что не относимся как следует подолгу к каждому человеку, а делаем это, как нам кажется и нравится. Горе нам, что права свои и притязания точно определяем, судим о них и учим, а от делания добра далеко отступили. Горе нам, что тщательно очищаем землю от тернии и волцов и от других вредных для приплодов произрастений, а душ наших страхом Божьим не очищаем с очищанием от повреждающих святые добродетели злых и нечистых помыслов. Сорок. Горе нам, что несмотря на то, что имеем переселиться с земли, на которой живем пришельцами, многолетние употребляем заботы о земных и тленных вещах, а во время неотложного отселя отшествия нашего, ни над чем из того никакой власти поиметь не удостоимся. Горе нам, что о всяком деянии земной жизни, о всяком правдном слове, о злых и нечистых помыслах и воспоминаниях души имеем мы дать отчет страшному судьи, а будто не подлежащий ответу за все время жизни нашей беззаботки о душах своих. Горе нам крайнее не только по причине нечести наших и беззаконий, какими нагрешили, но и по причине презрения обетований Божьих и неверия в них. Горе нам, что как несмысленные прилепились к тлению, имея возможность через жизнь по Евангелию срастворяться с нетлением, по причине любви к земному остались непричастными вечного нетления. Горе нам, что нетлению предпочли отвратительные тления. Горе нам, что имея возможность побеждать всякое любосвластие, по самоугодию произволили паче быть побеждаемыми страстями нашими. Горе нам, что перед лицом людей грешить стыдимся и боимся, а перед очами того, кто видит сокровенное не честовать и грешить не трепещем и не боимся. горе нам, что не приправляем слово своего божественной солью, но всегда говорим ближнему бесполезные и далекие от благочестия речи. Горе нам, что слезтью, лукавством, притворством ведем среди речи, не страшать за это осуждение. Горе нам, что сон и уныние наше делают то, что демоны похищают умиление сердец наших. Горе нам, что отрекшись от мира, мирян превосходим страстями. Горе нам, что сами имеем нужду во многом обучении и наставлении исправляем других, когда они погрешают в малостях. Горе нам, если Господь сделает нам испытания на земле и возьмет нас на суд неисправленными. Горе нам, что не посматриваем на то, что находится внутри чрева нашего и потому побеждаем и бываем свастолюбием и гордостью. Горе нам, что оскверняет всегда души свои нечистыми помыслами. Желаем, однако, чтобы об нас думали как о святых и чтили нас их наименованиями. Горе нам, что, предавшись суетностям, забыли мы о борьбе с дьяволом. Горе нам бесстрашно здесь согрешающим, потому что там примут нас огонь гиенский неугасимый, тьма кромешная, чернь неусыпающий, плач и скрежет зубов и вечный срам перед высшей и низшей нас тварью. Горе нерассудительной и нераскаянной души нашей, потому что по воскресении мертвых с воплем и скрежетом зубов будет она плакать и стенать в грешном теле своем, будучи поражена отчаянием от горьких и болезненных мучений в огне вечном. Горе нам, что в стране изгнания и пришествования любим проклятое веселье, а сладости рая не воспоминаем и царствие небесное презираем. Горе нам, что уподобляемся неродивым девам в немилосердии и лея для освещения там лампад, здесь резьбоготворения ближним не закупаем. Горе нам, что день и ночь рассылаем к Богу молитву, говоря, Господи, Господи, а не творим, что Он заповедал. Горе, написавшему эти рыдания, что, будучи повинен во всем написанном, не восприял я и малого вздоха покаяния. Горе, болезнующему от других, когда он себя лишает собственных болезнований, а себе не болезну. горе нам, что имеют в совести обличения непрестанно нас осуждающие и против нас свидетельствующие. Субтитры создавал DimaTorzok